Не обманули никого. G4KE. Владелец съездил на масле 5.30, менял каждые 7000, да, меняли масло? Каждые 7000 менял это масло. Какая-то удивительная вещь. Да, хорошо, приезжайте, ждем. Звонил владелец автомобиля Kia Optima 2014 года выпуска с двигателем G4KE. Хотел приехать и сделать у нас эндоскопию. А с чем это связано? Купил автомобиль не новым, проехал на автомобиле 30 тысяч километров. И, смотревшись там ютубов, начитавшись различных форумов, решил удостовериться, что с цилиндрами и с двигателем у него все в порядке. Еще хотел поинтересоваться, поспрашивать, потому что ему кажется, что у него какие-то подозрительные звуки при сбросе газа, при работе двигателя. Ну и пока автомобиля у нас нет, подтвердить или опровергнуть это мы не можем. Давайте же дождемся и посмотрим, что же происходит у него в цилиндрах и как работает двигатель. Владелец ездил на масле 530, менял каждые 7000, да, меняли масло? Каждые 7000 меняло это масло. Что было до него с этим автомобилем, он не знает. Но внешне автомобиль в очень хорошем состоянии. Ну и когда сюда заезжали, тоже звуков, стуков подозрительных никаких не слышали. Итак, давайте заглянем в цилиндр и посмотрим, что же там происходит. Итак, второй цилиндр, глянем. Поршень сухой. Холодная сторона. Царапины есть, вот какие-то пятые на стенке. Хон виден, царапины неглубокие. Это холодная сторона, сейчас голящее будем смотреть. Вот, какая-то удивительная вещь. Да. Обалдеть. Так, ну надо будет на компьютере посмотреть. Ну это какое-то пятно на твердь. Сейчас. Ладно, мы на компьютере потом увеличим изображение, посмотрим лучше. Да. Какая, однако, удивительная вещь-то. Так, давайте в третий залезем. Третий цилиндр. Тоже поршень сухой. Чуть-чуть нагарчик есть масляный, вот здесь вот мелочи. Царапина одна. Хон виден. Тоже стенки цилиндра сухие, масла на них не наблюдается. Ну тоже какие-то пятна идут на стенке. Так, на горячую сторону поворачиваем. Катализатор здесь, напомню, удален. Его здесь нет. И машина масло не жрет. Так, тоже хон хороший. Просматривается, царапины неглубокие. Так, опустили первый-четвертый. Первый цилиндр тоже поршень хороший. Днище чистое. Только чуть-чуть вот между выемками вот этими. Маслица есть, но это мелочи. Холодная сторона. Тоже хон есть. Риски маленькие. Не критично. Цилиндр сухой. Хон просматривается хорошо. Так, горячая сторона. Поворачиваем. Так, это. Нам вот и на первом цилиндре пятно какое-то есть. Вот это. Причем это не масло, это какой-то дефект цилиндра. Да, на первом цилиндре тоже, только чуть меньшего. Ну вот она видна здесь, видите? Какие-то дефекты на стенке цилиндра есть. Но масло мотор не ест. Так, четвертый цилиндр заглядываем. Так, холодная сторона. Тоже днище поршня чистая. Хон есть. Царапины, да, имеют место быть, но рисунок хона не затерт. Стенки сухие. Так, на горячую сторону поворачиваем. И здесь вот тоже маленькая полосочка, но есть. А это какие-то пятна на стенке цилиндра. Вот они прям. Видны хорошо. Вот они. Масла нет, но тем не менее, какие-то пятна, такое пчеление будет, как разъедает цилиндр чем-то. Химии какой-то. Вот они. Ржавые, не ржавые. Но ржавчина здесь быть не может. Здесь же кольца ходят. Но тем не менее, вот эти пятна присутствуют. Их видно. Внимательно посмотрев еще раз видео, мы пришли к заключению, что эти пятна, они что иное, как следы коррозии. Вот откуда она там появилась, вопрос хороший. Скорее всего, либо предыдущий владелец туда залил какую-то химию для раскоксовки этих колец в цилиндре, потому что и характер этих пятен говорит о том, что эта агрессивная среда находилась как раз на уровне поршневого кольца. И такое как раз по окружности вытянутое пятно. И, естественно, владельцу в данном случае было предложено наблюдать за состоянием этого пятна и приехать к нам на повторную эндоскопию примерно тысяч через 5-7. А до этого внимательно следить за уровнем масла. И повторно, когда приедет на эндоскопию, мы посмотрим на состояние этого пятна. Если это не глубокая ржавчина, то кольцами она со временем затрется и на работе двигателя это сказываться никак не будет. А если же в дальнейшем это пятно будет каким-то образом видоизменяться, то вот тогда уже имеет смысл задуматься о ремонте двигателя. Сейчас заведем, попробуем послушать, услышать стук. Но сюда заезжали, стука не было никакого. Сто тысяч пробег. Пойдем послушаем. Тихо работает, не стучит. Он холодный сейчас. Не закрывать? Нет, сейчас я вам покушу. Пару раз гадани. Ну а вы пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Ну а с вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok